Давайте поговорим о дополнительных возможностях печати в Excel, таких как печать заголовков, сетки, формул и заголовков строк и столбцов. Можно даже сымитировать и напечатать водяной знак. Первая строка этого листа содержит название столбцов. Ее еще называют строкой заголовков. Так как лист длиннее страницы, печать строки заголовков на каждой странице может значительно упростить работу с ним, поскольку не нужно будет каждый раз возвращаться к первой странице, чтобы вспомнить, какие данные содержатся в том или ином столбце. Откройте вкладку «Разметка страницы» и нажмите кнопку «Печатать заголовки». Щелкните поле «Сквозные строки», а затем любую ячейку в строке 1. Вся строка будет выделена автоматически. Также можно выделить несколько строк. Можно также щелкнуть поле «Сквозные столбцы», чтобы выбрать столбцы, которые будут повторяться на каждой странице. Нажмите кнопку «Просмотр». В области предварительного просмотра видно, что строка заголовков будет повторяться вверху на каждой странице. Если на листе используются закрепленные области и нужно напечатать верхнюю или левую область на каждой странице, в сводке в конце этого курса есть ссылка на учебный курс по закреплению или блокированию областей. Этот лист содержит примечания, которые отображаются при наведении указателя мыши на красный индикатор в углу ячейки. При печати листа можно напечатать примечания в конце листа или так, как они отображаются на листе. Чтобы напечатать примечания так, как они выглядят на листе, нужно сначала вывести их на экран. Откройте вкладку «Рецензирование» и нажмите кнопку «Показать все примечания». Затем откройте вкладку «Разметка страницы» и нажмите кнопку «Печатать заголовки». Щелкните стрелку в поле «Примечания». Для вывода примечаний на печать доступны параметры в конце листа и как на листе. Выберите параметр «Как на листе». Нажмите кнопку «Просмотр». Теперь в области предварительного просмотра отображаются примечания на листе. На экране на всех страницах листа по умолчанию отображается сетка, которая облегчает работу с данными в строках и столбцах. Но при печати листа сетка по умолчанию не печатается. Чтобы напечатать сетку, откройте вкладку «Разметка страницы» и установите в разделе «Сетка» флажок «Печать». Теперь лист будет печататься вместе с сеткой, что сделает его более удобным для чтения. Можно также напечатать заголовки строк, числа 1, 2, 3 и так далее, и столбцов, буквы ABC и так далее. Это упростит работу с распечатанными данными, если у строк или столбцов нет идентификаторов. На вкладке «Разметка страницы» установите в разделе «Заголовки» флажок «Печать». Теперь лист будет печататься вместе с заголовками. Предположим, нужно вставить на лист водяной знак с надписью «Конфиденциально». В приложении Excel нет функции вставки водяного знака, но можно получить схожий результат другими средствами. На вкладке «Разметка страницы» нажмите кнопку «Подложка». У меня уже есть соответствующее изображение, но при необходимости можно найти нужный рисунок, выбрав параметр «клипы office.com» или «Поиск изображений Bing». Найдите и выберите нужный рисунок, и на вашем листе появится водяной знак с надписью «Конфиденциально». Предположим, нужно проверить правильность всех уравнений на листе, но выделять каждую ячейку с формулой для проверки не хочется. Вместо этого откройте вкладку «Формулы» и нажмите кнопку «Показать формулы». Теперь на листе будут показаны все формулы, а не их конечные результаты. Его можно будет напечатать вместе с формулами. Теперь вы хорошо представляете, как печатать листы и книги. Конечно, это далеко не все, поэтому изучите сводку в конце курса, а еще лучше продолжайте изучать Excel 2013 самостоятельно. Продолжение следует...